В Пилуиме, в самом северном поселке Свердловщины с городским укладом жизни, молодая родительница угорела на большие деньжища за то, что разрешила своему 11-летнему сыну взять ее мопед, чтобы съездить в школу и вернуться обратно. Мальчишка на радостях на обратном пути прихватил с собой и приятеля, и пацаны вдвоем помчались домой. Но на улице Горняков их заметил ДПСный патруль. Школьник от погони удирать не стал. А госавтоинспектор вызвал мать млада байкера и на месте объяснил женщине, за что ее сын, протокольным языком выражаясь, был исключен из дорожного процесса. Я отстраняю тебя от управления данным транспортным средством, так как ты не имеешь права управления. Все понятно? Родительница с законом спорить не стала и во след мальчишки под видеозапись зарезировала залетный протокол. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также материал передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения по привлечению матери по статье 535 КОП РФ за недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию и содержанию сына. Госавтоинспекция призывает взрослых исключить возможность доступа детей и подростков к ключам от любых видов транспорта. Запретить управление транспортными средствами до получения близких удостоверений соответствующей категории. Вероятно, с точки зрения я же матерей из большого города, родительница пацана совершила вопиющую безалаберность, позволив 11-летнему сыну взять мопед. Но не стоит забывать о том, что у жителей таких поселков, как Пилым, с населением чуть больше 2000 душ, несмотря на статус ПГТ, поселок городского типа, ментальность скорее деревенская, чем городская. Машин на дорогах немного, сложных перекрестков тем паче, тишь да гладь, да божья благодать, которую время от времени разрывают на куски шокирующие дорожные аварии. Именно в таких небольших поселках чаще всего и калечатся, и даже погибают юные бесправные байкеры. Ведь не зря говорят, что суровые дорожные правила кровью писаны.